В краевом центре схвачен угонщик велосипедов, на счету которого десяток краж, совершенных в течение сентября в разных районах города. Подобно домушникам, которые слоняются по подъездам в поисках незапертых дверей, 46-летний безработный ходил по многоэтажкам за байками. Те, которые не были пристегнуты к перилам, быстро меняли хозяина. Вор уезжал на них и почти сразу продавал за бесценок. Наиболее дорогой велосипед в этой серии был похищен в доме на улице Войково в начале сентября. На седьмом этаже уголовник обнаружил горную модель, которая стоила 85 тысяч рублей. Если бы преступник знал это, то наверняка бы запросил за байк большую цену. В силу этого неведения от прохожего, который согласился купить отлично выглядящий велосипед, преступник получил всего полторы тысячи. Это, кстати, была его стандартная такса. За эту же сумму фигурант хотел продать на рынке многорядов и украденный в переулке Дзержинского стелс. Его он предложил владельцам овощной лавки, которые, на всякий случай, решили снять на видео покладистого продавца перед заключением сделки. Это мой велосипед. Я продаю его за полторы тысячи рублей. Извечное ответить, да? Да. Чего? Я продаю велосипед свой, собственный. Позже в этом павильоне был изъят еще один велосипед стелс, который был оценен потерпевшим в 14 тысяч. В комиссионном магазине на Ленинградской улице нашелся байк, исчезнувший из дома на улице Ленина 52А. Вернуть хозяевам удалось примерно половину исчезнувших велосипедов. Самый дорогой еще в розыске. Проблемы с законом у задержанного начались еще в 2001 году. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи и отбывал наказание в местах лишения свободы. Возмуждены уголовные дела по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания фигурант написал явку с повинной и рассказал, что смог вспомнить. И это позволило отыскать часть похищенного, что зачтется в суде. Не имеющий постоянного места жительства, горожанин арестован. Общий ущерб по этому делу составил порядка 140 тысяч рублей. С места происшествия Константин Ковешников по материалам городской полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова